На пересечении Людшевченко и второй линии пустует небольшой клочок земли. Здесь местные власти хотят сделать каток размером 56 на 26 метров. Это примерно 15 соток. В спорткомплексе планируют сделать трибуны для зрителей, а также оборудовать два спортзала – универсальный и хореографический. Надо будет, надо. Для детей, как говорится, рядом комплекс спортивный, чтобы была тут оборудована площадка. Тут зеленая зона вроде как. Мне кажется, можно было бы найти более заброшенное какое-то место натостики. Какое количество людей это одобряет? Если одобряет большое количество людей, то почему нет? Ну, еще нет. Я вижу, как люди из близлежащих домов ходят сюда тренироваться. И к тому же из манежа идут дети, которые меньше, они тренируются. Голосование на сайте администрации идет активно. Кто-то согласен со строительством нового объекта, а кто-то нет. Ранее жители близлежащих домов с трудом отстояли эту территорию. Застройщики хотели возвести многоэтажки. Теперь горожане должны решить, нужен ли им здесь ледовый дворец. Здорово будет, здорово будет. Нет, наверное, не надо. А почему не нужна? Тут есть какое-то спортивное сооружение. Тут надо построить, и чтобы все облагородить как-то. Ну, что все в кустах. Конечно. А то позабросили. Все-таки был тут, занимались. АПТ, все уже поразрушилось. Дети, тут вот трава и не пойми чего, сугробы. И я считаю, что это было бы здорово. Очень слишком незначительное. Я не знаю, что понимать. Здание целое или какую-то коробку, типа, как раньше хоккейную делали. Если коробка, она здесь поместится. А если здание, то лучше не надо. Тут и так перегружено. Тем более спортивные организации тут рядом есть. Ледовая арена тут. А если коробку поставить просто на поле? Ну, футбольное поле. Можно играть в футбол, конечно, летом в этой коробке. А зимой, конечно, заливать небольшой каток. Голосование за или против строительства ледовой арены продолжается на сайте администрации города. Если вас волнует судьба этой территории, вы тоже можете внести свою лепту. Всего лишь проголосовав. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова